МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это время для криминальных новостей. В эфире итоговая программа Зона Икс в студии Юрия Шевчук. Здравствуйте! Мы подводим итоги недели новостей с криминальным оттенком как стране, так и за рубежом. Не просто рассказываем о событиях, но и анализируем. А еще авторский взгляд наших корреспондентов на социальную проблематику. И сегодня в программе. Подробности задержания международной преступной группы аферистов. Перед Богом клянусь, что я больше никогда не буду даровать деньги у малоимущих, в общем, у всех людей. Накануне белорусские правоохранители отчитались о выявлении сети колл-центров мошенников. Доходы подельников составляли сотни тысяч долларов в месяц среди пострадавших граждан стран СНГ и Евросоюза. Задержано более 50 лиц. Средний возраст преступника составляет 27 лет. Физическое, психическое и сексуальное. На этой неделе в рубрике «Вопрос адвокату» обсудили тему насилия. Отдельно остановимся на наиболее страшном виде такого преступления – сексуальном насилии над ребенком. Трогать ребенка, подсматривать за ним, за его действиями определенными. А также половые акты. Накануне белорусские правоохранители отчитались о выявлении сети колл-центров мошенников. Доходы подельников составляли сотни тысяч долларов в месяц среди пострадавших граждан стран СНГ и Евросоюза. Отмечу, что это прецедент. Ведь чаще всего свои колл-центры аферисты базируют не в Беларуси, для того, чтобы наши правоохранители до них не добрались. Но на этот раз логово мошенников расположилось в Минске. И белорусским стражам порядка таки удалось ударить не по мелким курьерам, а по центру, где сидят менеджеры мошенников. Но самое интересное то, что в Москве наручники защелкнулись на руках у одного из организаторов схемы. Аферисты так долго безнаказанно обманывали людей, что сегодня в это даже верится с трудом. Но факт остается фактом. Международная группировка разоблачена, а значит у потерпевших появился шанс не только на справедливость, но и на то, чтобы вернуть потерянные деньги. Все детали того, как работал Минский колл-центр, а также подробности совместной спецоперации правоохранителей по уничтожению осиного гнезда у Александра Камовича. На оперативных кадрах МВД бойцы спецподразделения штурмуют один из офисов крупной мошеннической сети. На столах дорогие ноутбуки и гаджеты, а их владельцы лицом к стене. Еще с утра они работали по схеме «нет плана, нет денег». Теперь дают признательные показания на камеру. Задержан по зазрению в совершении действия относительно телефонных звонков клиентам из различных стран с целью предоставления брокерских услуг заведомо ложных. В связи с чем совершал мошеннические действия. Благодаря оперативной разработке сотрудников СК и ГУБОП при силовой поддержке МВД смогли выйти на целую сеть аферистов. При этом международную их офисы в виде колл-центров размещались в Минске, Москве, а также на территории Украины и стран ЕС. Отсюда бригады менеджеров и операторов вели своих жертв по воображаемым финансовым рынкам. Впрочем, сами офисы – это лишь верхушка айсберга. Схема была выстроена куда сложнее. Человек приходит по какой-то рекламе. Он приходит по рекламе именно на трейдинг. Ему интересно на трейдинг. Он рассказывает, что там как робот какой-то, друговый. Ты ему про этого робота рассказываешь. Если ему все устраивает, ему нравится поводу этого робота, ты ему предлагаешь, если вас все устраивает, я передаю вас на специалиста. Я передаю, что человеку пишу комментарии, что человеку все нравится, что человеку все устраивает. Передаю и там уже все. Это признание одного из сотрудников колл-центра в иерархии, можно сказать, низшее звено. Его задача – подсадить клиента на крючок, пообещав заработки на биржах. Уже затем жертву подхватывал более опытный менеджер, как правило, со знанием банковской системы и рынка. Впрочем, несмотря на статус офисного планктона, рядовой сотрудник колл-центра зарабатывал от 1000 долларов в месяц. Там сайт был с рекламой. Типа, вот, купите у нас подписку. И задача была менеджер, типа, грубо говоря, объяснить, в чем суть заключается. Ну и если он согласен, уже передать это на организацию, они уже с ним связываются и, грубо говоря, там уже закрывают им сделку. Я слушал Польшу в основном, Польшу, Украину, ну, русскоговорящие, грубо говоря, люди в Евросоюзе. Как отметили в СК, аферисты использовали в разговорах вымышленные имена и фамилии. В материалах уголовного дела имеется сведения о более чем полутора тысяч псевдонимов. Серьезно была выстроена и иерархия. От так называемых HR-ов или отдела кадров до юридического отдела, в котором готовились фиктивные договоры. Каждый, кто работал в таком колл-центре, прекрасно понимал, чем занимается и, что немаловажно, за что. Например, зарплата рядового сотрудника стартовала от 1000 долларов. А вот менеджер получал все 10. И это с приятными бонусами и процентом от сделок. В месяц такой колл-центр приносил до полутора миллионов долларов. Красивая жизнь не иначе. Только вот платили за такую жизнь обычные белорусы. Соответственно, не забывали злоумышленники и о конспирации. Одна из фишек аферисты меняли адреса своих колл-центров, прикрываясь, по сути, несуществующими компаниями. Всего было зарегистрировано 6 юрлиц. Один из таких офисов то ли по случайности, то ли от чувства наглости и безнаказанности. Преступники арендовали рядом со зданием ГУБОПИК. Там не один офис, там вообще было два офиса рядом с нами. Поэтому, да, третий был тоже недалече. Вот, поэтому это упрощало задачу нам для того, чтобы дойти до них, соответственно. И потом их к нам подвезти, с ними поработать. Ну и потом принять процессуальное решение по их содержанию. Здесь мы уже никак не могли повлиять на те места, где они себе хотели офисы снять. Мы уже, скажем так, работали, исходя из их выбора. Ну, на самом деле, город Минск, он небольшой в целом. Поэтому, ну, отрадно, что они были рядом с нами. И еще немного о методах. Во время общения мошенники убеждали потерпевших перевести деньги на депозитные счета, которые они якобы зарегистрировали на биржах. Все перечисленные деньги сразу присваивались. Но с клиентами продолжалась игра. Зачастую жертвы возвращали часть его же денег. Мол, дивиденды, все работает. Но это была лишь одна из уловок, чтобы клиент не соскочил с крючка. Задержано более 50 лиц. Санкция генерального прокурора в отношении 48 задержанных. Примена мера пресечения в виде заключения по сражу. И предъявлено обвинение. Если говорить в криминологическом аспекте, подозреваемых, уже на сегодняшний день обвиняемых, средний возраст преступника составляет 27 лет. Благодаря совместной работе МВД, СК и коллег из России всю схему удалось ликвидировать. Один из организаторов также был задержан в Москве. Уже сегодня следствие установило более 5000 потерпевших. Сумму причиненного ущерба еще предстоит подсчитать. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Что касается возмещения ущерба, то в этом направлении работа, безусловно, тоже ведется и будет продолжена. Ну и еще есть оптимистичные прогнозы о том, что ущерб будет погашен. То есть люди, которые причастны к этой противоправной схеме, мошенники, они дают признательные показания в большинстве случаев. Значит, явки с повинной об этом свидетельствуют. Ну и они настроены, как мы знаем и видим, на возмещение ущерба. Я готов полностью все компенсировать и впредь клянусь перед вами, перед вашей мамой, перед вашей бабушкой, что перед Богом клянусь, что я больше никогда не буду воровать деньги у малоимущих, в общем, у всех людей. И готов компенсировать все до последней крошки. Безусловно, в ходе следствия будет выясняться роль и функционал каждого из участников организованной группы и в зависимости от собранных доказательств, от обстоятельств, доказанных от соучастия, выполняемых функций, ролей, и будет индивидуализировано обвинение каждому участнику преступной организации. Ну и, соответственно, будет дана конечная квалификация в зависимости от содеянного и собранных доказательств. Надо сказать, что сегодня мошенничество – это один из самых распространенных видов преступлений в мире. Беларусь эта тенденция также не миновала. В 2023 году в нашей стране зарегистрировано чуть больше 85 тысяч преступлений, из которых почти 12 тысяч – это мошенничество. Вместе с тем МВД на особым контроле держит эту категорию преступлений. 1 марта 2024 года мы начинаем абсолютно новый тонкий финансовый инструмент. Фактически все 21 банк и МВД работают в формате 2,4 на 7. Любой гражданин Республики Беларусь, который стал жертвой того или иного мошенничества посредством МКТ либо преступления, может обратиться. Мы в данном формате, в круглосуточном режиме связываемся со всем банковским сообществом. И если он максимально быстро обратился, блокируем денежные средства на территории Беларуси. Тем самым затрудняем мошенникам нахождение, вывод денежных средств в территории Беларуси. То есть наши граждане даже если стали жертвовать, то мы будем возмещать денежные средства впоследствии, что и минимизировать те или иные финансовые потери. Также в МВД отметили, что каждый год преступники меняют подходы. Например, в 2022-м для Беларуси был характерен такой тренд, как «Алло, мама!». Под предлогом смягчить ответственность аферисты просили жертв перевести им деньги. В минувшем году бичом стали торговые площадки, фейковые магазины и стопроцентная предоплата. И надо понимать, что в быстро меняющемся мире новые формы и уловки от преступников неизбежны. И тут рекомендации универсальные. Не забывать про цифровую гигиену. Александр Камович и Иван Мартынович. Зона Икс. Итоги недели. Однако мошенники сегодня настолько диверсифицировали свой криминальный бизнес, что одной успешной спецоперации их не одолеть. Здесь, как с гидрой, отрубаешь одну голову, вырастает две. После того, как люди стали аккуратнее относиться к подозрительным звонкам в мессенджерах с рассказами о ДТП с участием родственников, а оперативники все чаще задерживают курьеров-аферистов, появились новые методы обмана. Один из таких лживое сообщение от якобы службы доставки Белпочты о поступлении на склад посылки. Сейчас минчан активно атакуют такими разводами. Только накануне в милицию обратилось сразу четыре человека. Все они перешли по ссылке из СМС. Далее им необходимо было уточнить информацию об адресе получателя и иные данные. Мне на телефон поступила ссылка о том, что пришла посылка на Белпочту, но не может быть доставлено, так как необходимо уточнить данные. При переходе на данную ссылку обнаружила, что там действительно нужны данные, в том числе данные банковской карты для повторной отправки посылки. После уточнения данных адреса, после того, как были введены данные карты, произошли списания на сумму более 3000 белорусских рублей. После регистрации и ввода данных банковских карт для оплаты услуги по корректировке установочных данных, со счета заявительниц были списаны деньги. В общей сложности они лишились около 5500 рублей. После списания денег, минчанки позвонили в отделение банков, заблокировали карты и обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Напоминаем, что информацию о поступлении посылки можно уточнить в ближайшем почтовом отделении. Также проверить ее статус можно на официальном сайте Белпочты. И вот что самое интересное, все потерпевшие действительно ждали посылки. Поэтому поверили и перешли по фейковой ссылке. Возникает логичный вопрос, откуда у мошенников такая информация? Трудно вериться, что многочисленные совпадения. Но подождем. Как мы убедились, в очередной раз на этой неделе правоохранители работают. Наверняка со временем доберутся и до организаторов почтовой схемы. А пока людям не стоит слишком доверять сообщениям якобы от Белпочты. Даже если они на самом деле ждут посылку. Вторая часть большой программы после небольшой паузы. Это программа «Зона Х» и мы продолжаем. Сыграл на детских слабостях, чтобы воплотить свои грязные фантазии в жизнь. 35-летний житель Могилевского района, ранее судимый за кражи и хулиганство, задержан по подозрению в педофилии. Ему грозит до 15 лет заключения. Об этом сегодня сообщили в МВД. К расследованию уже подключились следователи и возбудили уголовные дела. По предварительной информации оперативников, на счету фигуранта уже не одна маленькая жертва. Одной из них стала 9-летняя девочка. Мужчина познакомился с ней в один из летних дней минувшего года на улице. Завел со школьницей непринужденный диалог и, пообещав угостить ее чем-то сладким, заманил в подъезд, где над девочкой надругался. Позже была установлена его причастность еще к нескольким аналогичным преступлениям, совершенным в Могилеве. В настоящее время известно о четверых жертвах педофила в возрасте от 8 до 12 лет. Выяснилось, что он не только совершал половые преступления, но и изготавливал порнографические материалы с изображением детей. В продолжении страшной и будоражащей темы поговорим о насилии, в том числе над детьми. Физическое, психическое и сексуальное. На этой неделе в рубрике «Вопрос адвокату» мы обсудили тему насилия и насильственных действий. Юрист Ольга Становая рассказала, какими могут быть виды этого преступления, чем они отличаются и какая ответственность предусмотрена за эти правонарушения. Отдельно остановились на наиболее страшном виде такого преступления – сексуальном насилии над ребенком. Продолжение темы прямо сейчас. Насилие и насильственные преступления. Звучит очень жестко. Как уголовный закон трактует данные действия? И что важно в данном случае для привлечения лиц, совершивших такие преступления? Насильственные преступления – это преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности. Эти преступления всегда вызывают достаточно широкий общественный резонанс. Они всегда на слуху. И оставить их без внимания, естественно, что мы не можем. Насилие в данном случае является основополагающим фактором для формирования состава данного преступления. Что такое насилие? Это причинение физического либо психологического вреда потерпевшему. И в данном случае можно говорить о том, что этот вред будет влиять на дальнейшую жизнь потерпевшего. Но ведь есть абсолютно разные виды насилия, что называется и словом, и делом. В уголовном праве различают три вида насилия в теории. Физическое, психическое и сексуальное. Физическое насилие – это активное действие, которое способно причинить вред потерпевшим. В уголовном праве они трактуются с двух категорий. Первая категория – это опасное для жизни. И вторая – это неопасное для жизни. Что применительно к неопасным для жизни, то есть это связывание, это, например, удержание, это когда закрыть могут в комнате, то есть на продолжительное время. Что касается опасных для жизни, то здесь общеизвестные фразы, которые влияют на квалификацию преступления. То есть это тяжкие телесные повреждения, менее тяжкие, либо легкие телесные повреждения. Так, для общего размития, например, к тяжким телесным повреждениям у нас относятся проникающие ранения, то есть, например, брюшной полости, перелом черепа, перелом челюсти. К легким телесным повреждениям могут относиться обыкновенные побои. С точки зрения уголовного права, например, гипноз также относится к физическому насилию. Почему? Потому что он используется для того, чтобы вынудить лицо совершить какие-либо действия. Что касается психического насилия, в уголовном праве для квалификации имеет значение такое понятие, как угроза. То есть психическое насилие это тогда, когда вам угрожают словом, и вы понимаете, что в будущем, либо в настоящее время вам будет причинен какой-либо вред. В преступлениях, да, то есть при квалификации преступлений мы слышим такие названия, как с угрозой применения насилия. Не будет иметь значения форма выражения этого насилия. Она может быть как устной, так и письменной, да, то есть сообщения, письма и так далее. Может быть конклюдентная, да, то есть вы воспринимаете определенные действия, да, то есть как угрозу. Далее жесты, активная мимика, например, проведение ладонью возле шеи. И все это будет вами восприниматься как угроза. Почему? Потому что вы будете осознавать ее на личность и реальность. То есть то, что повлечет те последствия, которые повлияют на ваше психологическое состояние. А чем отличается психическое от физического насилия? Физическое – это активное действие, а психологическое, либо психическое воздействие – это воздействие словом, да, то есть или, как я сказала, определенными действиями, которые моментально ущерб не наносят. Обещают этот ущерб нанести в будущем, да, то есть угроза так называемая. Вы сказали про три вида насилия, и третье было сексуальное. Давайте подробнее остановимся на этом кейсе, но с учетом актуальности и злободневности темы, больше поговорим о сексуальном насилии над детьми, что, к сожалению, сегодня не так редко встречается. Да, достаточно актуальная тема, достаточно резонансная ввиду открытости процессов по данным уголовным делам, которые мы сейчас слышим фактически в любых СМИ. Сексуальное насилие над ребенком – это вовлечение его с его согласия, либо без его согласия взрослым, с целью получения, в определенное действие, с целью получения сексуального удовольствия. Это достаточно страшные преступления, которые ко всему еще и являются латентными, то есть скрытыми, тяжело выявляемыми. И этому существует определенный ряд причин. Во-первых, дети чаще всего боятся об этом рассказывать, потому что, например, ранее присутствовал определенный негативный опыт обращения к взрослым за помощью. Определенный страх и запугивание тоже на это действует, на ребенка. Но при этом они не идут об этом рассказывать, жаловаться. И впоследствии, скажем так, это очень влияет на всю дальнейшую их жизнь. И в связи с чем очень важно, да, то есть выявление таких ситуаций. Давайте проведем еще небольшой правовой ликбез и найдем отличия между насилием и действиями насильственного характера. Насилие, да, фактически, это будет восприниматься как половой акт, да, то есть есть разные категории, когда он считается уже оконченным, да, то есть с точки зрения уголовного права. Однако это все присущее в данном случае именно половому акту. Что касается насильственных действий, здесь с точки зрения практики, да, то есть и той квалификации тех разъяснений, которые у нас дает пленум, здесь могут быть различные действия сексуального характера, например, да, то есть демонстрация половых органов, например, трогать ребенка, да, то есть подсматривать за ним, да, то есть за его действиями определенными, а также половые акты нетрадиционной формы, я, наверное, вот так обозначу, учитывая все-таки корректность высказывания. На самом деле это все звучит достаточно страшно. При работе с такими категориями дел имеет значение каждая минута таких действий и каждое слово, сказанное по данному поводу. Уходящая неделя также запомнилась разными мировыми новостями. В Турции суд арестовал 25 задержанных после стрельбы в Стамбульской церкви. На Бали нашествие огромных пауков, а в Санкт-Петербурге самолет посадили сразу после взлета из-за дебоша на борту. Не все эти события из-за рубежа были на хайпе, но на них обратили внимание корреспонденты «Зоны Икс». Подробнее прямо сейчас в нашем международном обзоре. Суд Стамбул арестовал 25 из 60 задержанных после стрельбы в католической церкви, где погиб 52-летний мужчина. Ответственность на себя взяла террористическая организация «Исламское государство». В тот же вечер полиция задержала гражданина России и Таджикистана. По данным МВД, они члены запрещенной группировки. Расследование показало, что погибший был убит пулей, выпущенной из пистолета россиянина. Часть задержанных так или иначе связаны с исламским государством. По турецким законам, за участие в террористическом формировании участника может грозить до 15 лет, а за убийство – вплоть до пожизненного заключения. В Бразилии идет крупномасштабная операция по очистке рек от химикатов. В штате Санта-Катарина объявлено чрезвычайное положение, а жители города Жейнвиль остались без воды, скупив всю воду в местных супермаркетах. Грузовик, перевозивший сульфоновую кислоту, перевернулся и загорелся на шоссе. Токсичные вещества вытекли в реку, снабжающей водой 600-тысячный город. Химическое вещество распространяется по водным артериям региона, образуя в реках обильную белую пену. Сульфоновая кислота может нанести серьезный вред здоровью человека и природе. Это вещество используется для производства антикоррозийного масла, моющих и чистящих средств. Остров Бали атаковали пауки. Видео с популярного курорта Индонезии больше напоминают кадры из фильмов ужасов. Армия неподвижных членистоногих висит на паутине между линиями электропередач, на заброшенных домах, деревьях и кустах. Туристка, которая своим роликом взорвала интернет, рассказала, что сняла это в отдаленной части острова. Доберутся ли мохнатые путешественники до туристической зоны Бали, покажет время. Сразу два случая буйства пассажиров на борту российских самолетов в Санкт-Петербурге. Судно, которое следовало в Египет, посадили сразу после взлета. Две путешественницы начали активно отдыхать еще на земле, а поднявшись в воздух, стали вызывающе себя вести, чем привлекли внимание экипаж. Агрессивное поведение, оскорбление и словесная перепалка вынудили командира судна прервать рейс спустя несколько минут после вылета. Теперь вместо отдыха в Кургаде задержанных ждет штраф в северной столице России. А это кадры рейса Пермь-Сочи. Здесь буйный пассажир еще до взлета устроил дебош. После перепалки с полицией и пассажирами мужчину насильно вынесли с самолета незадолго до взлета на море. Котенок, который захотел стать птицей или сорока, не пожелавшая делить свое дерево с пушистым соседом. Необычную картину удалось запечатлеть авторам следующего ролика. Кот забрался на дерево и не собирался оттуда спускаться, пока его не прогнала сорока. На записи видно, как птица настойчиво атакует непрошенного гостя и тем самым настаивает, чтобы он удалился с дерева. В итоге коту ничего не оставалось, как вернуться в свою привычную среду обитания. Помните, не стоит лезть на дерево, тем более, если это явно не ваша стихия. Оставайтесь лучше на своем привычном месте, тем более, если она на светлой стороне. Это была итоговая программа «Зона Х». Хороших выходных и до встречи в криминальных новостях на следующей неделе.